Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего горожанина, который избил стулом бывшего мужа своей сожительницы. Потерпевший попал в больницу с травматическим гидротораксом. Такое повреждение легочной плевры относится к категории тяжкого вреда здоровью. Драка произошла в квартире дома в районе памятника морякам-амурцам. Жилье принадлежит разведенной хабаровчанке. После расставания с супругом у женщины сложились отношения с другим мужчиной. Однако и они ничего хорошего хабаровчанке не принесли. Пара часто ссорилась и расставалась. Очередной конфликт закончился тем, что горожанка вызвала на помощь своего бывшего супруга, чтобы тот заступился за нее. Однако для защитника визит в квартиру закончился госпитализацией. Нивелировать ситуацию беседой не вышло. Началась драка. Орудием преступления в полицейской сводке значится стул, использованный в качестве биты. Удар был нанесен по корпусу. 61-летний потерпевший попал в больницу, а нападавший оказался в отделении полиции. Задержанный мужчина имеет уголовное прошлое. Сотрудники 8-го городского отдела полиции задержали 54-летнего жителя Краснофлотского района. Несколько лет назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Кроме того, летом текущего года подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В августе этого года мужчина снова становился фигурантом уголовного дела за угрозу убить свою сожительницу. Однако спустя 10 дней его прекратили за примирением сторон. Женщина пошла навстречу обидчику. Но и это отношение не спасло. Более того, вовлекло в них и бывшего супруга Хабаровчанки. Задержанный не стал отрицать свою причастность к последнему конфликту и даже написал явку с повинной. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, ему грозит до 8 лет колонии. С места происшествия Мария Дедова и Андрей Алфёров.